Что касается Сочи, я был противником этих Олимпийских игр, я на них был, не работал, правда, я именно приезжал как турист, все-таки такое событие бывает не часто, может быть, единственный раз в жизни, своя домашняя Олимпиада. Собственно, может быть, это и плюс, что, наверное, к Олимпиаде в Сочи можно относиться, и многие к ней относятся, как к событию вне экономической целесообразности, скажем так. Провели здорово, ничего не хочу сказать, выглядело все красиво, куча каких-то недоделок, но они бывали у всех, а это не моя, не единственная Олимпиада. Настроение у народа было замечательное, тем более тогда еще, в общем, не было кризиса, или его сейчас, скажем, он уже начался, на самом деле, его еще не почувствовали. Народ приехал, кайфанул, домашняя Олимпиада, все здорово. Если убрать вот эти сантименты, которые закончились, между прочим, с началом украинской кампании, и весь пиар-эффект международный от Сочи, тут же от России страна 21 века, то, что Костя Эрнс сделал в телетрансляции, потрясающие этой постановки, все это же, в общем, закончилось, как только и Олимпиада закончилась, то мировая практика современная показывает, что государства, где деньги считают, и люди знают, что они тратят собственные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, в том числе и муниципальные деньги, маленьких городков, где проводятся Олимпийские игры, то практика показывает, что города массово отказываются от идеи Олимпийских игр, потому что стало слишком дорого. Отказались уже вот от Пхенчан в 18-м году, а в 22-м году, значит, от тех игр отказались шведы, по-моему, канадцы, намерцы, даже отказываются те страны, где практически инфраструктура вся готова. Слишком дорого и слишком длинные деньги и неясные получится вернуть. И, как правило, еще смета всегда любых Олимпийских игр вырастает там в 2 или в 3, в несколько раз. Греки до сих пор не могут, например, пережить траты свои на Олимпийские игры в Афинах 2004 года, где я тоже был, и там было тоже все очень здорово, но это нанесло такой удар по греческой экономике, что они не могут оправиться до сих пор. И это во многом из причин кризиса нынешнего. Они брали тогда, занимали в том числе и на Олимпийские игры. Вот, поэтому 50 миллиардов долларов, чтобы мне не рассказывали, что это, нас из них большая часть, 40, это пошло на инфраструктуру Сочи. Да, пошло на инфраструктуру Сочи, но за 50 миллиардов долларов можно было перестроить всю страну и всю спортивную, если мы говорим об Олимпиаде как о квинтэссенции все-таки массового спорта, здоровый образ жизни и так далее, то на 50 миллиардов долларов можно было перестроить всю спортивную инфраструктуру всей страны. Если тупо отвечать на этот вопрос, то если передо мной положили на весы 50 миллиардов на Олимпиаду в Сочи и развитую инфраструктуру, на тот момент единственного большого черноморского нашего города, и развитие всей спортивной инфраструктуры во всех городах России с населением выше 100 тысяч человек, где бы построили по ФОКу с бассейнами, дорожками и так далее, у нас этого практически нигде нет, ну там все посчитано, цифры, то безусловно я бы выбрал второе, потому что для здоровья нации, для спортивных успехов и для спорта высших достижений когда-нибудь, это дало бы значительно больший эффект. Пускай мы бы провели Олимпиаду 2030 года, а не 2014. Но мы бы подошли к ней куда более подготовленными. Собственно, эти проблемы мы сейчас видим на примере чемпионата мира 2018 года, когда вроде как чемпионат... А, отдельный вопрос, да? Продолжение следует...